Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Сегодня у нас новая игра, которая находится в предальфе под названием Real of Rules. В этой игре нам придется создавать свой город и управлять им. То есть придется создавать людей, в прямом смысле этого слова, можно сказать, нанимать людей. Придется делать различные постройки. Но, скажу сразу, игра еще очень сырая. Может, конечно, она и не дойдет до финала, но все же хотелось бы посмотреть, что она себя представляет. Так как в Steam такие игры на движке Unity, которые находятся в разработке, и не найдешь. То есть приходится искать на различных сайтах, где люди выкладывают свои разработки. И понятно, если будет внимание нормально к этой игре, то будут и ролики на канале, и разработчики, конечно, тоже заинтересуются в дальнейшей разработке. Итак, поехали в игру, посмотрим, что можно сделать. Дело в том, что я уже первоначально немножко посмотрел, дабы не быть, скажем, ну полным здесь новичком. То есть я уже приблизительно посмотрел, какие есть ресурсы, где их можно добыть. И также, ребятки, у нас есть топорик. У нас есть топорик, у нас есть инвентарь, и мы, ребята, можем строить свой город. То есть здесь мы можем строить различные постройки, которые будут добавлять нам количество жителей. Можно сделать фермер, и есть профессионал. То есть можно сделать такой склад, куда будут еще носить, по-моему, ресурсы. Итак, что касается менюшки. Где мы находимся, ребята? Мы сейчас находимся, такое ощущение, что в кратере вулкана. То есть я немножко побегал, и, походу, мы в кратере. И здесь нам придется выживать. Здесь есть три вида, вроде бы я нашел, ресурсов. Это у нас ячмень. Это такой вот зелененький. Есть горная какая-то руда. И также дуб. То есть мы можем дубы рубить. Вот наш, ребята, ячмень. Самое интересное, что здесь в игре есть, ребята, смена дня и ночи. То есть если у нас день, это нормально, видно все. Но когда наступает ночь, это просто нереальная, я вам скажу, просто нереальная ночь. Это просто полный жестяк. Так что у нас тут по текстуркам? Что-то какие-то немножко замыленные как будто, да? Ну, все. Все нормально. Она такая и есть, что ли? Ну, да ладно. Мне, вроде бы, была она намного красивее. Ну, да ладно. Вот, ребята, наш ячмень, который просто растет в дикой природе. Мы его тоже можем добывать. Здесь у нас есть горная руда, которую мы можем добывать. Вот мы ее так вот добываем. И также есть дубы, ребята. Вот мы прямо возле них появились. Есть сосны, которые вдалеке. Они вообще не добываются. Есть дубы. Вот они находятся. Такие деревья. Хотя, на самом деле, это на дубы не похоже. Вблизи они больше напоминают какие-то... Ну, березы. Реально, какую-то березу. И вот как у нас происходит... Так. Рубка дерева. Дело в том, что текстура никак не показывается. Где мы рубим? Срубили мы дерево. Не срубили. Просто так рубим топориком. И что-то нам откладывается в инвентарь. Ну, что-то. Это уже готовые доски. Но, смотрите, доски вот они. Они не показываются как доска. Показываются как ячмень. То есть, вот это ячмень и вот эта доска. Они показываются одинаково только... У ячменя хоть зеленый вид. Даже желтый какой-то, да? Вот непонятно. Срубили мы дерево. Не срубили. О, вроде бы нет. Не срубили. Не знаю, сколько можно с одного дерева добыть таких вот досок. Так, непонятно. Давайте мы сейчас порубим. Насобираем нужное количество для постройки хотя бы изначального, я вам скажу, какого-то здания. То есть, вот мы рубим, рубим. Я не знаю. Может встать вот так вот и зарубить одно дерево. Насобирать, по-моему, сколько нам надо? 300 деревьев, да? Чтобы что-то у нас можно было построить в игре. Так. Что у нас в санвентаре? Все добавляется. О, нормально. Нормально. Что у нас тут? Давайте посмотрим. Надо сейчас создать все до наступления ночи. Потому что если наступит ночь, то будет не совсем удобно. Вот требует от нас постройка 150 дубовых досок. Давайте мы создадим. Так, тут текстуры. Текстуры, текстуры как-то, чтобы оно в землю не встряло. Все. Кстати, здесь можно и расположить как-то, да? Вот смотри, костер в воздухе висит. Ну, неровная поверхность вообще. Нам придется где-то бегать, выбирать, где тут более-менее ровно, да? Чтобы оно все здесь стало. Палатка будет в воздухе висеть. Ну, в принципе, смотрите, яма огромная. Я в шоке. Тут даже можно упасть. Все по текстуре ушло. Нужно выбрать место ровное. Не хотелось бы далеко отходить, потому что у нас здесь есть все. Есть дубы, есть ячмень. То есть, все для того, чтобы строить наш город, наше поселение. Да, ну где нам разместить? Давайте мы сейчас куда-то всунем. Смотрите, под текстурой проваливается. Вот палатка. Все, мы построили. Что у нас есть, ребята? У нас есть палатка, наверное, где будут жить жители. У нас есть костер. У нас есть печь, в которой мы сможем, я так подозреваю, плавить. И у нас самое интересное, что я в игре не наблюдаю индикаторов. То есть, я вот побегал, нет никаких индикаторов жизни, никаких индикаторов пищи. Ничего нету. С одной стороны, может это хорошо, но мы не будем заморачиваться на поддержании жизни нашего персонажа. То есть, мы просто сразу сосредоточимся на постройке нашего города. Ну, у нас дубы есть, все это есть. Вот так вот. Также есть, ребята, стол. Стол, с помощью которого мы можем здесь все управлять. Игра периодически у меня почему-то вылетает, подглючивает. Ну, потому что она сырая. И даже я читал комменты, что не у всех людей она запускается корректно. Игра находится в разработке, потому не со всеми вещами еще можно взаимодействовать. Вот так вот. Ну, конечно, есть уже ящики. Не знаю, что мы в ящики будем хранить. Спальники даже есть внутри. Я тут видел спальники двухместные в воздухе висят. Смотрите. Вообще, это похоже на доску для серфинга, а не на спальник. Ну, да ладно. Мы чисто с дерева создали это все. Даже ячменя не пришлось применять. Ну, это, в принципе, неплохо. Так, у нас есть топорик. Что нам еще? Нам нужно дальше строить. Давайте построим дальше постройки и посмотрим, что у нас с этого получится. Я постройки еще не строил, ребята. Многое. Построил вот эту изначально. Посмотрел, что она себя представляет. Так, дальше у нас есть... Ячмени у нас 26 штук. Так, руда, доски. Дальше нам нужно, смотрите. Угу. Ничего себе. Чтобы сделать дом, нам требуется... Кстати, игра уже сохраняется. Я вижу с левой стороны. Нам требуется для дома Стоун камня 200 штук и 100 досок. Я не знаю, где взять камень 200 штук. Потому что я не видел здесь камня. Я видел и руду горную. Может, камень отдельно как-то добывается. Непонятно. Ладно, у нас есть ферма. Тоже камень требует. Так, у нас и нету как такового камня. У нас есть просто руда. Ну, давайте вот нам нужно для Professionals 400 дерева. Давайте мы добудем 400 дерева. Это не сложно. Оно практически здесь у нас растет. Что-то печка показала. Мы можем в печку что-то ложить. Вот дерево. Ну, в принципе, здесь можно порубить, пока не наступила ночь. Вот текстурки вообще такие, знаете. Ну, понятно, предальфа. Возможно, даже, знаете, то есть, когда разрабатываются какие-то компании, то есть, изначально идет бюджет, идет какая-то задумка игры. Они вкладывают деньги. Все это финансируется, они получают в итоге более-менее комфортную игру. То есть, здесь, возможно, какой-то человек на движке Unity сел и думает, ну, ладно, создам какую-то игру. И создал вот такую вот обычную. Мы все снимаем. То есть, в принципе, вы же понимаете, что если она более-менее будет популярна, то у него даже будет стимул дальше ее разрабатывать. Так же, как и вот с лайками происходит тема на YouTube, как с просмотрами. Когда вот люди смотрят, значит, там, ютуберы больше делают ролики на эту игру, которую просматривают. Если ставят лайки, значит, ну, значит, людям нравится и они продолжают снимать игру. Аналогично здесь, если разработчик увидит, что его игру как бы смотрят, его игру как бы снимают, у него будет стимул, надо что-то снять дальше, продолжить. Вот так вот, ребята. А может, она и все, и загнется на первом этапе. Кто его знает. Но мы, я вам скажу, как потребители игр, то есть, как геймеры, нам, в принципе, интересно на то, что люди разрабатывают. О, ночь наступила, ничего себе. Ночь. Ну, зато у нас есть костер, я вам скажу. Костер это много чего нам дает. А ночь у нас вообще жесткая, мы ничего не можем видеть, прям как будто у нас есть фонарик, только мы под ноги можем немножко себе посматривать. Ну, у нас есть, в принципе, костер, куда мы можем ориентироваться. Есть высокая трава, вы знаете, если бы здесь еще были какие-то волки, либо животные, которые бы... Он сдалеке, трава похожа на динозавра. Вот видите, вот так прямо, если смотреть, будто там вот динозавр какой-то или животное. Жесть. На самом деле, если были животные, здесь ночью можно даже немножко обосраться. Такой вот нехилый хоррор получить. Ты добавишь дерево, тебя сзади там волки или медведь херак сожрал. Так, что нам нужно по дереву? Давайте посмотрим. Ну, дерево мы уже, в принципе, неплохо добыли. Здесь дерево нормально добывается. Так, давайте мы постараемся создать. Что нам нужно создать? Что-то для фермы. Вот. Воу! Смотрите, уже мужичок появился. Первый мужик в моем поселении, ребята. Надо поставить. Куда мы его поставим? Надо как-то все аккуратно расставить. Ну, давайте вот прямо тут есть место. Ночь наступила. Вот это ночь. Я вообще ничего не вижу. Ну, вот. Что-то как бы есть, да? Ого, ничего себе. Что это за склад? Как это взаимодействовать с этим складом? Фух! Чувак, ты меня напугал. Капец. Вот реально, тут можно обосраться с этого гнома. Ходит такой с топориком. Представьте, ты такой смотришь, так темнота, сидишь у костра, а сзади кто-то тебе руку такой на плечо ложит. Ты такой оборачивайся, а здесь монстр. Да, ребята. Что касается неба. Ну, в принципе, небо неплохо выглядит. У нас тучи двигаются, а звезды, по-моему, на одном месте. Звезды, они эстетичные и ничего не происходит. Так, подождите, это лесоруб. Давайте посмотрим. Он ходит что-то, рубит и складывает. Куда он складывает, э? Дружок, куда ты складываешь? Куда он одевается? Может, давайте посмотрим, куда он несет. Надо проследить. Так, он рубит. Смотрим, идет. Несет. Так, у меня ресурсы 115, 26 и 4. Что он делает? Ого, он добывает резы нам. Красавчик, красавец. Слушай, чувак, молодец, слушай. Только ты как-то по-малу носишь. Какой-то жирный, слушайте. Тролль, реально. Вы посмотрите, какая рожа у него. Это не лицо, это рожа. Блин, да это тролль какой-то, ребята. Это лепрекон, слушайте. Вот он ищет свой сундук с монетами. Офигеть. Уйди отсюда. Я вообще хотел, чтобы у меня люди жили, а не лепреконы. Ты что, ну пусть добывают, конечно. Но я не хочу. Здесь оставаться один вместе с ним. Надо кого-то еще создать. Я не знаю, тут есть девушки. Или нету. Надеюсь, что здесь тоже есть женский пол. Потому что он будет намного интереснее выглядеть. Так, что это такое? Это наш станок. Где мы создаем? Нам нужен ячмень для создания. Что-то и минерс. Фермерс. И ситизен. Так, ну давайте вот создадим. Лимберджек. Фермер. Создали. Все. Кто-то еще появился. Конечно, отлично вообще время для того, чтобы заводить сейчас. Заселять свой город. Полнейшая темнота. Так, это кто ходит? Ну нормально. Добывают дерево. Слушайте, нормальная тема. Стоишь, а он такой все тебе добывает. А я ж кого-то нажал. Или оно поставилось. Или не поставилось. Куда оно делось? Я ж вроде бы нажал. Я не знаю, куда оно делось. Честное слово. Я что-то нажал. Создать. Оно создалось. Короче, они что-то добывают. И у нас растет. Надо нам идти на поиски ячменя. Ничего не видно. Я в шоке. Какой-то хотя бы фонарик здесь был. Я не знаю. Здесь какая-то палка. Костер. Как мы вообще можем... О! Подождите. А что я... Что я сделал? У нас есть топорик. У нас есть молоток. Это молоток? Ничего себе. Молоток. У нас есть факел. Слушайте, факел вообще круто. Это у нас... Ничего у нас нет. Но я думаю, ресурсы пусть будут. Такое вот менюшко открыто ресурсами. Чтобы мы могли вообще наблюдать, что у нас происходит. У нас есть факел. Кто это? У нас девушка есть. Ай, красавица. Смотрите. Но видно, что она какая-то жена лепрекона. У нее такие же глаза стрёмные, как и у него, блин. Так он какой-то старый дед. Может, это его дочка? Она нам ячмень собирает? Вот ячмень. Присела. Слушайте, может, она пописать села? Че она тут села в траву? Че ты ладишь? Куда она пошла? Что она нам несет? Давайте посмотрим. У нас 11 ячменя. Че она... О! Опять ячменя принесла. Ты что, пять стебельков принесла? Эй, хотя бы по десятке тащила бы. Что ты вообще слабая какая-то? Слушайте, а если мы здесь ячмень весь вырубим, она... Скосим, вырубим у нас топор. Значит, мы топором рубим. Что мы будем делать? Куда она пойдет? В принципе, она нам может добывать все, да? Кстати, у нас факел. Он у нас вообще как-то заканчивается, не заканчивается? Что-то у нас есть топорик. А молотком? Что мы молотком можем делать? Давайте попробуем рубить... Рубить ячмень топором, ребята. Не, ну в принципе, если топор острый, то мы можем рубить. Вы знаете. Сейчас себя чувствую немножко Робинзоном Крузо. Только если Робинзон Крузо жил на острове и вокруг него была вода, то мы сейчас находимся в кратере какого-то вулкана или в кратере астероида, который упал. И все. И мы здесь пытаемся выжить. Только откуда люди берутся? Ну они какие-то такие стремные мифические люди. Потому я не знаю. Главное, чтобы они на меня не нападали и не превращали в зомбаря. Это наше поселение. Ну какие есть, такие и есть. То есть в принципе, одиночество все-таки это сложная штука. Смотрите, нормально. Давайте тогда пусть нам камень тоже кто-то собирает. Сейчас мы создадим. Пусть камень нам кто-то носит. Смотрите. Это у нас кого мы выбрали? Это фермершу мы выбрали. Это у нас Рубит. Это кто такой вообще? Мы взяли. Опа. Минер. Минер. Что это за минер? Ладно, давайте посмотрим. Возможно, это будет камень добывать. И посмотрим, какая у него текстурка. Как он вообще выглядит. Это чего? Где ты? Где ты? А, у нас факел надо взять. Фух. Так, это наш лепрекон ходит. Дрова носит. Не, ну слушайте, он нормально дрова носит. В принципе, нормально работает. Мы можем как мэр сидеть здесь, отдыхать. Они на нас работают. Главное, чтобы они потом с нас деньги не брали. Ну, я думаю, что им я предоставлю жилье. Кстати. Так, 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 так. Телочка. Пошли. Сколько их? Их двое? Они вдвоем носят? Они вдвоем рубят? О, значит, у меня будет больше сейчас дерева. Пошли с тобой в палатку, попробуем. Как там? Спальник вообще мягкий или нет? Уже ночь, понимаете? Ночь, а мне нужна пора спать. То есть, если, допустим, ночами не спать, а задротить в игры, то, в принципе, может сильно нарушиться здоровье. Это, ребята, в реальной жизни испытано. Поэтому я предлагаю сейчас с этой подругой, которая носит ячмень сейчас, залечь в палатке здесь, в одном из спальников. И сделать еще парочку людей, которые бы работали на нас. Подруга, о, Паша, давайте мы ее рассмотрим. Ну, что вам скажу. Ну, в принципе, нормальное тело у нее. То есть, Сися Андрей есть. Вот, правда, у нее глаза какие-то. Ой, глаза у нее какие-то. Вообще не шевелятся просто. Ну, зато она хоть двигается. Слушайте, не парит, как привидение. А то реально можно было бы обосраться. Носит, носит ячмень. Так, дерево носит. Камень, подождите, камень тоже кто-то носит. Значит, кто-то рубит камень. Это с топором. Где еще один? Чувак. Так, она носит камень. Ты что носишь? А, у нее кирка какая-то. У нее кирка. Смотрите, что оно здесь. Он руду нам добывает. Это руда. Красава. И где он ее добывает? Кстати, у нас есть молоток. Мы еще не испытали, что делает молоток. Вот, смотрите. У нас есть руда. Мы можем молотком. Что мы добываем молотком? Ну, давай, руби. Ты можешь рубить? Или зачем нам молоток нужен? Не, молоток ничего не делает. Это топорик. Топорик нам добывает. Так, ребят. Добывает нам горную руду. Скоро будет день, ребята. Я прям чувствую. Ну, ночь вообще длинная. Как это так она? Реально длинная? Мы где находимся? На каком-то северном полюсе, где полгода идет день, а полгода ночь? Нам придется теперь, я не знаю, несколько серий сидеть в темноте, блин. Ну, это вообще стрёмная тема, я вам скажу. Так. Ну, да ладно. Ого! Это, подождите. Что это такое? Вы видели? У меня чёрное появилось. Что это чёрное? Уголь? Откуда? Откуда это появилось? Подождите. Чем это я бил? Подождите. Кто взял? Чёрное появилось. Что это чёрное у нас появилось? Уголь? Или что у нас чёрное-то? Так, давайте посмотрим. Так. Ладно, надо найти нашу базу. Наш город. Куда я пришёл? Вот забрёк. У нас что-то появилось в инвентаре, и я не знаю, откуда оно взялось, ребята. Вообще не имею малейшего представления, что это у нас такое. Так. Это у нас чё? Куау. Это, по-моему, уголь, насколько я помню. Это уголёк у нас? А откуда уголёк взялся? Это у нас, наверное, здесь уголь добывается. У нас печка, в принципе, мы можем... О, сохранилась. Сохраночка. У нас печка есть. Сюда нам нужно ложить руду и топливо. Топливо мы можем ложить? Руду. Это руда? Не, пока что, ребята, не знаю, что сюда нужно... Ну, сюда руда ложится. А сюда топливо. А топливо, как оно выглядит? О! Топливо! Точно! Отдай обратно! А чё я топливо кинул, а руды нету? Вот руда. Отдай топливо обратно. Печь! Печь отдай обратно. Ага. Куда? И-и-и! Куда оно делось? Куда ты? Ребята, куда делось наше топливо? Может, оно ещё появится? Куда оно делось? Слушайте. Топливо, вернись. Ну, ладно. Будем надеяться, что оно ещё откуда-то у нас появится. Может, здесь у нас в костре оно появляется, когда горит, допустим, костёр. Оно как-то взаимодействует. Ну, да ладно. Давайте мы тогда будем создавать дальше наших персонажей здесь. У нас есть, в принципе, что-то. Это, походу, сколько может вместиться людей. Так. Ну, давайте посмотрим. Следующая наша постройка будет это... Дом. Дом, милый дом. Для того, чтобы... Был милый... Так, не глючить игра. Пожалуйста, не надо. Ничего себе! 200 камня и 1000 дерева! 1000 дерева! Ребята, я не знаю, что нужно для того, чтобы зарубить... Насобирать 1000 дерева. Мне кажется, это практически нереально. Ого! Подождите! Откуда оно берётся? Это не откуда-то носят ресурсы. Смотрите, они откуда-то принесли... Иерон. Железная руда. То есть, получается, это чувак. Мы не можем сами добыть. Это, получается, этот... Скажем, шахтёр. Он нам добывает топливо. И нам добывают железную руду. А мы не можем. Ничего себе! Здесь куча ещё непонятных материалов, которые я даже не видел. Я думал, у нас только есть ячмень, доски и руда. А у нас, оказывается, вот ещё что есть. Да, и вы знаете, мне кажется, тут ещё есть чему удивляться в игре. В принципе, задумка интересная. Итак, дорогие мои зрители. Я думаю, что на этом мы завершим наш первый взгляд на эту необычную... Ну, надеюсь, что она многообещающая игра. А с вами был Воблер. Хотите продолжения, обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. Как она вам вообще нравится, не нравится. Что вы о ней думаете. На какую игру она вам похожа. А с вами был Воблер. Удачи и пока. А с вами был Воблер.